Получить ответы на вопросы, обратиться с просьбой или жалобой. Именно для этого пришли жители в здание администрации округа. Обратиться лично к главе, профильным заместителям и депутатам люди могли сразу после регистрации. Мне нужна дорожная карта. Как мне поступать? То есть куда мне идти, что мне делать, какое у меня направление. Вот я за этим пришла. Вот я сегодня пришла и хочу спросить по поводу доканала. Вот у меня не было в свое время кадастрового номера. Я не могла одну работу сделать. Из-за этого мы доканала переплатили почти 2000 кубометров воды. Но так же не должно быть. Я пришла по вопросу выделения земельных участков как многодетным семьям. Нам обещали выделить в течение года. Прошел год уже, даже больше. И тишина, и никто не может дать вразумительного ответа, когда мы получим. На всероссийский прием, который ежегодно проводится в День Конституции, граждане приходили порой целыми делегациями. В общей сложности в администрацию округа обратились около 100 человек. Еще 22 жителя пришли с вопросами в Муниципальный совет депутатов. Жители просили помочь решить проблемы разного рода и характера. Так обратилась к главе инициативная группа, состоящая из членов одного из садовых некоммерческих товариществ. Проблема их заключается в том, что жители не могут поделить с соседним товариществом единственную подъездную дорогу. Одни считают своей собственностью, перекрыли шлагбаумом, другие уверены, что передвигаться по ней имеет право каждый. Сергей Горелов выслушал доводы пришедших и пообещал разобраться в ситуации. Пишу, что дать предложение по решению вопроса об отмене. Я не пишу здесь, что отменить, дать предложение, почему я написал, поднять все документы, разобраться. Удовлетворен встречей, выслушали терпеливо, задавали вопросы действительно по существу. Прием длился до позднего вечера, так что практически все, кто пришел, успели обратиться со своей проблемой. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.